Одна из самых популярных проблем, которые есть в Counter-Strike 2, это как перенести ваш конфиг из CSGO в новую игру. Да, и понятное дело, вы можете просто взять конфиг и перенести в новую папку, но не так всё просто. Какие-то команды не будут работать, каких-то больше уже вообще физически нет, а алясы вам говорят до свидания. И чтобы никто с вами не прощался, сегодня в этом ролике я вам покажу мой новый конфиг, который я назвал лучшим конфигом для CS2. Очень оригинально, потому что я так делаю уже шестой раз подряд. Сегодня я просёрпил весь интернет, поспрашивал комьюнити и про игроков. И нашёл те самые оптимальные настройки для комфортной игры. И, клянусь, стало лучше. Но всё равно меня убивают, когда я уже за стеной. Всё равно. Но об этом в другом ролике. Спасибо каждому за лайк и подписку на этот канал. Это очень сильно поможет ролику продвинуться в рекомендации. Ну а мы приступаем и начнём с биндов. Коммуникация в CS это очень важно. И на самом деле я очень часто играю игры вне TeamSpeak или Discord. Поэтому общение по микрофону у меня стоит на букве С. До неё очень легко дотянуться. Она не даёт сильно отвлечься от игры. Потому что я могу и стрепиться, и стреляться. И в это время ещё и держать пауку для общения. И я знаю, что большинство людей используют такой бинд на мышке. Но это лично моё мнение. И я считаю, что мышка должна заниматься другими вопросами. О которых мы сейчас поговорим. Мышка вверх это скролл по инвентарю. Вниз это прыжок. Нажимая на само колёсико, мы берём в руки флешку. Верхняя левая кнопка мышки это смок. Нижняя молотов. Четвёрка граната. На самом деле я очень долго усиленно отказывался и не принимал бинды на гранаты. Но это была ошибка. Это очень удобно и ускоряет ваш мувмент и принятие решений. Тем более в клатчах. Но просто представьте разницу, что вам нужно 4 раза нажать одну и ту же клавишу, чтобы взять молотов. Хотя можно сделать это просто за раз. Раз и два. Ладно, всё-таки за два. Как я уже сказал, у меня прыжок на колёсико. Но также и на пробеле. Но есть ещё одна клавиша. Это Alt. Но она не простая. Она Jumps Row. И на самом деле я попался на какую-то пропаганду дезинформации. Я думал, что из CS2 полностью удалили эту команду. Но нет, она на самом деле есть. Вот, смотрите. Я кидаю флешку. И нажимаю на Alt. Хоп. И получается Jumps Row. Сейчас внимание на радар. Да, он увеличивается просто при нажатии на букву Z. Я считаю, что это не особо популярная тема. И про игроки, буду говорить честно, не используют её. Но мне это нравится. Я считаю это юзабельным. В каких-то ситуациях мне это помогает изучить полностью, что творится на карте. Метка ставится у нас на букве X. Мы не забыли про кринж команды. И теперь при нажатии на I у вас в чате пишется, бро, надо тренироваться. Ну а в чём здесь я не прав. Такие команды триггерят ваших противников. И возможно на их агрессии в чате вы сможете получить мотивацию. Поэтому работаем. А эта фиша пользуется популярностью на прусцене. Вы просто бежите. И вам говорят тиммейт, выкинь бомбу. И чтобы это сделать, вам приходилось брать бомбу в руки через пятёрку. Выкидывать на G. И это реально сложно на самом деле. Иногда вы можете промахнуться. Поэтому человечество придумало аляс, который делает это всё за одну кнопку. Просто бежите, нажимаете на V. И бомба падает. А вы дальше выходите. Кстати, вот насчёт шоу FPS. Не включайте его, пожалуйста. Я понимаю, что вы очень хотите посмотреть, какой у вас FPS. Но просто от того, что вы будете смотреть, он не станет лучше. Но как раз и прикол в том, что он станет хуже. Сейчас есть статья о том, что это реально мешает. Почему, как это работает, мы не знаем. Но не используйте эту команду. Уменьшает производительность. Не знаешь, как быстро продать свои скины? Листскинс это сайт для моментальной продажи скинов. Где можно получить сверху 5 долларов на свой баланс. Если вы новый пользователь, заходим по моей ссылочке. Используем промокод Cybershock. И если вы продадите скинов на более чем 100 долларов, вы получите плюс 5 долларов себе на баланс в подарок. Давайте я вам покажу, как работает продажа скинов. Мне не нужно вот это. И мне не нужно вот это. Ну и плюс давайте 5 рублей. Так, сейчас я просто перевожу эти скины. Отлично. Сейчас мне остается ждать только, когда мне закинут деньги на счет. Так, все, мне пришли деньги. Вот у вас скриншот на экране. А еще тут можно купить скины дешевле, чем в Steam. Множество вариантов, как пополнить баланс. Ссылка и промокод есть в описании этого ролика. Давайте посмотрим, что у нас по графике. 4х3, 1280х960 и 240 Гц. Это разрешение использует, ну как будто процентов 80 киберспорта. Расширенные настройки. А вот они. Они прошли долгие испытания и тесты от всех людей, с которыми я был знаком. Попробуйте так, картинка не сильно испортится и играть будет вам комфортно. Но есть большое отличие от прошлого конфика. Мой прицел теперь зеленый. Я считаю, что все-таки в CS2 синий цвет сливается и я бы от него отказался. Поэтому сейчас он у меня зеленый. Из мини-моментов я убрал анимированные аватары, потому что это какой-то кринж. Убрал видимость ваших тиммейтов. Мне комфортнее смотреть на большие цифры, как это было в CSGO. И цвет худого у меня белый. Потому что когда он у вас красный, вы просто не видите ваше хп, ваши деньги. Когда тем более в вас попадают. Там все становится просто красным пятном. А белый он плюс-минус читабельный. Также добавились новые настройки. Настройки звука. Поэтому можете смело забирать. Это проверено опытом. Многие советуют именно эти настройки. Крисп это второе. Четки на русском. Здесь у нас 50%. Перспектив коррекшн no. И стримлайт пуштутолк yes. В тем браузере, как и обычно, у меня стоит один и тот же сайт. Это CyberShock. Можно сразу же зайти на любой десматч. Раз, два, три. Все. Я после этого на сервере. Это очень удобно, поэтому те люди, которые говорят, что это долго. Пожалуйста, подумайте еще раз. Выходим из сервера и показываю, как это сделать. Настройки. Домашняя страница браузера. CyberShock.net. Все. Параметры запуска игры. Это у нас команда для того, чтобы OBS бы смог поснимать КС. Кирсовка 240. На самом деле она и так будет такой же, но на всякий случай можно писать. Почему бы и нет. PPS max 0. Многие ставят 400, кто-то 500. Но есть какие-то слухи, что все-таки лучше оставить без ограничений. Как будто станет лучше. Но если что-то не так, то я напишу в своей телеге. Может быть какой-то выйдет апдейт. Language English. Я считаю лично, что КС все-таки получше работает на английском. Она выглядит эстетичнее. Ну и плюс не забывайте, что игра в бете. И скорее всего на первоначальном языке она будет работать. Ну, может быть я кринж чел, но лучше. Я верю во все от этих разработчиков. Поэтому поставлю английский язык и мне кайфово. No Joy. Эта функция раньше работала в CSGO и помогала избавиться каких-то фризов, лагов. Но я на всякий случай это ставлю. Если что, она просто отключает джойстик. Звучит максимально странно, но это опять же разработчики вальф. Ну и команда консоль, которая включает вашу игровую консоль. Переходим к винде и давайте начнем с параметров экрана. И я могу вам сказать так. Я больше никогда не буду стримить или записывать ролики со включенным вторым монитором. Потому что у меня нереальный input lag. Хотя видеокарта 4090. У меня есть подозрение, что игра просто не оптимизирована. И это делать не стоит. Идем дальше. Люди, которые занимаются оптимизацией ПК, посоветовали вот такие вот настройки для CS2. Вы можете их спокойненько забрать. Поднимаемся выше. И здесь мы ставим по весь экран, дисплей, галочкам. Тут у меня стоит интенсивность на 70%. Почему? Все потому, что мне просто комфортнее играть. Игра становится красочнее, насыщеннее. И я просто к этому больше привык. После того, как я поменял вот эти настройки, мне стало играть комфортнее. Стало больше плавности. А сейчас я вам скажу, как поставить этот конфиг и откуда его скачать. Переходим на страничку моего Cybershock. И здесь указана вся информация, которая вам понадобится. Кнопка скачать конфиг. Скачка пошла и мы его сохраняем. Здесь указаны какие-то уникальные бинды. Расположение рук. Параметр запуска. И информация про мой компьютер, который может быть вам интересен. В DPI у меня 800, а чувствительность 1.2. Как только конфиг скачался, копируем этот файл. Переходим в установленные файлы. Обзор. Заходим в папку Game, а не в CSGO. Раньше это нужно было делать в этой папке. Сейчас в Game. Нажимаем еще раз CSGO. KFG. И просто вставляем. Нажимаем заменить файл в папке назначения. Все. Прописываем здесь exec auto exec. И теперь вы играете на моем конфиге. Поздравляю. Если будут какие-то проблемы или обновления, я все буду транслировать в моей телеге. Вот так я попытался сделать игру более плавной. Ну и самое главное, перенести свои настройки с CSGO. Если ты мой олд, то я подготовил большой материал про то, что у нас было в CSGO. Вся история. Поэтому переходи по ролику на экране и поностальгируй вместе со мной. До следующего ролика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова